Виктория, здравствуйте! Доброе утро! Ну давайте выкладывайте карту уже на стол Что ждут тюменского зрителя на третьем танцевальном фестивале без слов? Эпатаж, шок будет? Будем удивлять насчет эпатажа шока Ну не знаю, насколько эпатаж шок Это уже решит сам тюменский зритель Но в этом году у нас есть сюрпризы Которые мы готовы показать уже сегодня вечером Ну вот смотрите, сюрпризы Это наверняка в том числе и эссенция От Екатеринбурга, которые стали номинантами Которые стали номинантами, друзья Премия «Золотая маска» Но там же не все так просто Начальная сцена достаточно шокируемая для зрителя Потому что в принципе первоначально У нас герои предстают в неком обнаженном таком виде Я бы сказала полуобнаженном Ну там не видно, да Все, что нужно, то закрыто А в этом плане на какого зрителя ориентирован спектакль? Вообще как раз таки По возрастному цензу «Золотой маски» Спектакль 6 плюс Да Но мы бы на всякий случай рекомендовали Приходить деткам от 12 лет Для того, чтобы не возникло никакого диссонанса Еще у родителей при воспитании На всякий случай Наша рекомендация Спектакль, как раз таки первая сцена Это биологическое состояние человека Как человека, как индивида В принципе спектакль повествует о трех состояниях Это биологическое, индивидуальное, как в принципе социальное И индивидуальность, как я человек личность Ну там скорее современная хореография Если мы говорим вообще о направлениях Какие еще будут представлены на этом фестивале здесь, в Тюмени? В этом году мы бы сказали, что будет представлено основных два направления Это современная хореография, контемпорари И эксперимент Ну возможно я бы в эксперименте выделила еще авторскую хореографию Вот основная масса спектаклей в этих направлениях В двух возрастных категориях Взрослые от 16 до 30 лет будут участники И детские спектакли от 9 лет у нас до 16 Вот в этом плане, конечно, будет у нас жюри А как они оценивать будут? Потому что, например, уровень ребят 9-16-1 А, соответственно, чуть старше, там совершенно другой Критерии оценки достаточно максимально просты Это композиционное решение спектакля Это оформление, это костюмы, в принципе, визуальный ряд, музыкальное сопровождение Чтобы у зрителей не возникало диссонанса Почему играет классическая музыка, но она совсем не вяжется с картинкой И это не только мое решение хореографа И я художник, я так вижу Так что будет? В принципе, самое главное такое яркое Чтобы мы хотели подчеркнуть Вы увидите на открытии, как раз сегодня Это будет хореографический спектакль Лебеди от хореографической мастерской Александры Балецкой Которые как раз являются и организаторами Я так полагаю, что это сейчас у нас идет репетиция, да? Генеральная репетиция, буквально через пару часов мы уже покажем ее зрителю, эту постановку Ну, честно говоря, для меня, вот то, что сейчас происходит на сцене, очень необычно А вот как зрителю реагировать? На такое стоит идти? Или не для каждого подобные спектакли? Я думаю, что на такое нужно идти Потому что здесь каждый поймет, про что этот спектакль Он очень понятен для всей возрастной аудитории И он воспринимается максимально красиво, ярко и четко То есть он не в принципе просто современная хореография Как почему-то многие думают, что современная хореография – это абстракция, авторское видение Нет, абсолютно понятная хореография, четкая, выстроенная, красивая, лаконичная Главное, женственная и приятная слуху Тюмень в этом плане, она на передовой, потому что у нас очень много спортсменов Очень много талантов, которые в принципе показывают себя по всей России И не только по всей России, по всей стране Вот в этом плане 16 приедет команд, да? 16 спектаклей Тюмень как оцениваем? Как сильнейшую или есть к чему стремиться? Без предвзятости, есть к чему стремиться, потому что к нам приезжают достаточно сильные хореографы И коллективы из других регионов, таких как Пермь, Челябинск, Омск, Липецк Сто-Старики даже хореограф ставил спектакль, правильно? Да, ставил спектакль «Перформанс», который будет показан также сегодня вечером на открытие В этом спектакле участвует один из наших экспертов – Елизавета Тарабанова Поэтому не упустите возможности посмотреть ее на сцене, а не только как эксперта, который дает обратную связь Зрители ждем 6, 7, 8, 9 включительно? 4 дня В какое время приходить на спектакли? И вход свободный или платный? Вход свободный на все спектакли абсолютно, на открытие, закрытие, свободный Приходите, мы будем вас ждать Спектакли будут начинаться открытие и закрытие в 19.00, то есть 6 и 9 числа, соответственно 7-8 числа спектакли будут начинаться с 3 часов дня, 9 числа в заключительный день спектакли будут с 12 утра Ну я предлагаю задействовать сейчас наших танцоров, в частности, сейчас мы предложим им пригласить тюменского зрителя с помощью танца на Всероссийский фестиваль «Без слов» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»